Подождем. Стой, не меняй ракурс. Меломанов, Меломанов, Меломанов. Так хорошо говорила, так хорошо, но это уже. Так тут все. Художница Рита Ульянова. Нежная и добрая, открытая и скромная. И работы ее очень трогательны. На ее картинах девочки и девочки. Эти девочки, они растут вместе со мной. Они совершенно меняются с годами. Они сначала маленькие такие были. Девочки, совсем девочки. Сейчас они такие девушки, такие уже взрослые девушки. Танцующие, мечтающие, созерцающие, спящие, стесняющиеся словом. Все формы женской рефлексии в художественных работах, которые на первый взгляд даже кажутся иллюстрацией. Так тут все понятно и логично. Никакой тебе сложной концептуальности, непонятной или непонятной боли, печали, страхов или драматического взгляда в будущее. Все просто, приятно и радует глаз. И все-таки тонко прописанные персонажи и сложные формы не оставляют никаких сомнений. Перед нами настоящая живопись. По моему мнению, ее работы – это некий симбиоз и традиционной латвийской живописи, и некого сюрреализма, можем так сказать, и романтизма, что очень-очень привлекает зрителей и что очень нравится нам. Выставка «Где встречаются истории» в галерее Мюзея Мулвэ открылась на стыке времен года – весны и лета, и будет открыта до конца июля. Рита Ульянова отражает обычную жизнь обычных людей, пропускает их через свои эмоции, свои чувства, свои переживания и отправляет в мир то усыпанную цветами героиню на белом коне. Кстати, у Риты Ульяновой на белом коне не принц, а принцесса. Кто выгуливает на морском променаде девчонку с огромной шумящей волнами раковиной. Здесь же совершеннолетняя дачница в окружении французских бульдогов, которая о чем-то задумалась или на что-то засмотрелась над тарелкой сочной черешней. Да, много чего здесь есть. Секома я отступаю кастрю кастрю с нотиками, кастрю с которым я видела, кастрю с кастрю с моим, кастрю с кастрю с опором, кастрю с образованием. В каждой биле есть нелие стасы, и в каждой биле есть стасы. Они являются грань, 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 дедащи. В каждой биле есть стасы. В каждой биле есть стасы, который откладывает раксты и пассажиров. Мне очень нравится Дзизму святку, когда гайса вирма. Все рано дедащи, дедащи. Каждый дзизму святку году мне это связь с дедащами, 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 талатами, митинами. Например, мне эта самая милая. Я ее называю по лаксты и галам. Там была дзизма по лаксты и галам. Я ее называю. Я ее называю. Я ее называю, что я ее называю. Я ее называю. Милостива стасы – это вот здесь. Мамма с митинами. Шеет из глаз моих с мэйтэнс, бэйтэц, с ноской, грибэйтэц какого-то ады, как парады. Картина – это своя история. Как правило, это история о любви и чудесах. То есть о том, о чем мы с такой охоткой забыли, зарывшись в быт и повседневность. А рейта словно пытается достучаться до своего зрителя. Вот, мол, посмотрите, как прекрасна, сказочна и легка жизнь, в которой есть место и солнечному теплу, и морю, и сладкому пирожному. Причем фантазировать у каждой картины можно бесконечно долго. О чем думают эти девочки? Под какую музыку танцуют? Откуда они пришли? Куда отправиться дальше? Вообще Рита Ульянова очень особый художник в коллекции наших художников, художников Латвии. У нее запоминающийся стиль, потому что это не только живопись, но это еще и концепция интересная. То есть каждый зритель может рассматривать и придумывать свою историю, глядя, рассматривая ее работы. Может быть, поэтому, наравне с очень многими другими известными художниками Латвии, ее картина, вернее, завоевала главный приз на нашей ежегодной конкурсной выставке «Грата Балова» в 2020 году. И после этого мы ее пригласили организовать здесь свою персональную уже выставку, и она удивила нас таким разнообразием историй при сохранении своего авторского почерка в каждой работе. Эти работы настолько светлые, и не хочется говорить трюизмами, но придется позитивные. Несмотря на то, что ни одна героиня Риты Ульяновой не улыбается от работы, буквально веет к спокойствиям и каким-то счастью. Здесь тебе просыпается ребенок, ребенок, который с азартом, радостью, с каким-то счастьем слушает добрую сказку и рассматривает к ней картинки. И воображает себя то рыцарем, то королем, то всадником, то русалкой. Фантазии безграничны. И у нас есть прекрасная и уникальная возможность погрузиться в них самим до конца июля в Рижской галереи Мюзе Мулве. Приходите, не пожалеете.